Давайте начнем с универсального рецепта. Вот вы ходите по интернету, мечетесь, где-то ищете послушать какие-то новости, узнать там что-то о том, что произошло в мире, где-то какую-то аналитику, чтобы понять, как же это все делается. На самом деле, вообще-то, если вы сами желаете понимать, какие процессы происходят в мире и в политике, есть очень легкое средство. Не нужны нецензурные новости, не какие-то там, я не знаю, аналитики, эксперты, политологи и вся остальная хрень. Берете и очень так скурпулезно, качественно и надежно играете в шашки и в шахматы. Да, такой простой элементарный совет. Это одновременно поможет вам научиться конструктивно мыслить, это во-первых, а во-вторых, понять, что в принципе всю жизнь можно разделить на последовательность ходов. А сама по себе политика, это и есть квинтэссенция вот этих вот ходов, но ходов вперед всегда. То есть, все фигуры передвигаются по шахматной доске и шахматы и шашки отличаются всего лишь тем, что шашки более тактическая игра, шахматы более стратегическая игра. Но если легко, то в шашках нужно мыслить не настолько далеко, как в шахматах. В шахматах большая последовательность, большая вариация и т.д. и т.п. В шашках же тут чуть-чуть полегче, но тем не менее и то и другое, требует чего? Ходов вперед, безусловно, и просчета наперед, как эти ходы в результате сольются в единую цепочку событий, которые приведут к нужному и требуемому результату. И тогда это поможет вам не только оценивать хорошо происходящее вокруг события, но и также прекрасно понимать, как самим в своей обыкновенной жизни тоже поступать с другими людьми и как достигать своих целей. Так что возьмите на заметку, шашки и шахматы отличное дело. Кроме всего прочего, есть, конечно же, стратегические компьютерные игры, которые в себе несут наследие этих самых шашек и шахмат. В принципе, все практически стратегические игры это вот квинтэссенция, такая себе выжимка, либо расширение темы шахмат и шашек. Но с компьютерными играми сложнее. Почему? Потому что не все из них качественные, не все из них, как бы сказать, напрямую показывают сам по себе алгоритм, заставляют просчитывать. Большинство из них просто помогает игроку и т.д. и т.п. Когда человек прекрасно понимает, что какой-то ход ведет к дальнейшим последствиям, ему легче просчитать ситуацию и легче вообще разуметь, к чему все эти жертвы и страдания вокруг. Когда у человека нет мышления на хода вперед, для него вот, например, теперешнее состояние Украины это просто полнейший мрак, беспорядок и все. И все пропало, и зрадай, и сдавайся, и умирай. Все. То есть, складывай руки и все. Если же человек мыслит стратегически на несколько ходов вперед, то он понимает, что то-то или то-то событие приходит к тем-то и тем-то последствиям. Потом те-то и те-то последствия приводят к следующим последствиям и т.д. и т.п. И таким образом он может как предусмотреть будущее в некотором таком варианте, как бы разветвленности, так и воспользоваться этим. То есть, воспользоваться в том числе ходами и противника в свою пользу. То же самое касается и определения своей роли в жизни любого человека. Когда вот человек сидит и думает, чему я хочу посвятить жизнь, он может просчитать наперед несколько ходов и понять, чему это приведет. И уже тогда определить, стоит ли этому посвящать жизнь или нет. Если вы хотите сохранить страну и сохранить то, что еще от нее осталось, то тогда вы должны мыслить через несколько ходов. И ввиду этого поддерживать меньшее зло против большего зла. Такова наша жизнь. Да, ребята, такова эта блядская житуха. И выбора никакого не существует на самом деле. Есть лишь нейтрализация большего зла за счет меньшего зла, за счет потом нейтрализации этого меньшего зла, которое нейтрализовало большее зло, за счет еще меньшего зла и так до бесконечности. Это если вы живете не в мире фантазий, иллюзий или каких-то нереалистичных вещей. Если уже вы прекрасно понимаете реальность на несколько ходов вперед, то я думаю, вы прекрасно осознаете свой долг. Это спасти страну от узурпации власти Порошенко, которая представляет мировые элиты, которые хотят продать Украину Путину ради своего спокойствия и благополучия. Когда вы совокупность ходов прекрасно понимаете, вы учитесь не только рассчитывать на несколько ходов вперед, но еще и расставлять приоритеты. Потому что, когда вы хотите походить несколькими фигурами, вы должны просчитывать, какая из этих фигур вам принесет наибольшую пользу. Логично. Потому что есть несколько успешных ходов, бывает. Ну, бывает такое. И вам нужно выбрать, какой из них лучше всего в данный момент. С одной стороны, если вы сразу же посмотрите на какой-то успешный ход, он вам может показаться самым крутым. Но вы должны рассмотреть все варианты и выбрать самые лучшие из них. Так что расставляйте приоритеты, думайте на несколько ходов вперед и помогайте, способствуйте тем, кто в данном моменте приведет к тому, что следующий ход негативного противника не будет успешным. Только так мы сможем победить. А если мы начнем говорить, да, ну, это вот эти вот все сказки, не бывает меньшего зла, все зло это зло, это инфантильный взгляд на мир, это розовые очки, это детям можно объяснять, что есть зло, есть добро. Во взрослом мире такого не существует. В взрослом мире есть зло, есть меньшее зло. Да, такова наша реальность. А мы построили другую? Нет. Человечество пока не построило другую. Ну, что же вы ее, блядь, не построили? Строите? Ё-моё, кто вам мешает? Ну, а пока так. Значит, надо действовать, исходя из этой реальности. Иначе вы будете всегда проигрывать.